Иоанна 3,16 Так возлюбил Бог мир, речь не о шарике, который витает где-то в космосе, он возлюбил людей. Этому нет объяснения. Это была кульминация творческого процесса Бога. Когда он создал человека из праха земного и вдохнул в него жизнь, тот стал душой живой. Насколько бы удивительным ни было творение, люди — единственные создания, сотворенные по образу Бога. Ваш дух вечен, а тело — время. Однако дух вечен. И Бог любит вас. Он знает о нас самое худшее, то, чем вы молитесь и чего никто никогда не узнает. Он все равно нас любит. Разве не прекрасно знать об этом? Вы важны для Бога. Давайте откроем 19 главу Луки. Иисус сказал, «Сын человеческий пришел взыскать и найти погибшее». Задачей Иисуса было найти и спасти. Он пришел найти и спасти тех из нас, кто потерялся. Кто же это? А это все мы. В этом отрывке речь идет о Закхее, самым злом человеке в Иерихоне. Иисус сказал ему, «Я пришел ради тебя». Я здесь не ради тех, кто считает себя хорошими. Я здесь ради самых злых. Мы тоже в их числе. Вы скажете, «Я не такой уж и плохой». Вы просто не понимаете. Иисус пришел взыскать и спасти погибшее. Прежде чем мы с вами выбрали Господа, Бог избрал нас. Прежде чем мы проявили к Нему расположение, Бог возлюбил нас и начал устраивать обстоятельства так, чтобы мы имели возможность выбрать Его. Он искал нас, прежде чем мы обрели мудрость выбрать Его. В Деяниях 10 главе 37 стихе есть описание Иисуса. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и Силую помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Мне нравится этот отрывок, это описание моего босса. Что делал Иисус? Он ходил, благотворил. Иисус ходил и благотворил. Слушая, как сегодня людей возмущает упоминание об Иисусе, можно подумать, что Он творил зло. Вы думаете, Он был неким проклятием и унижал людей? Иисус ходил и благотворил. Он исцелял всех, обладаемых дьяволом. У меня хорошая новость. Он делает это до сих пор. Он по-прежнему благотворит и исцеляет людей, обладаемых дьяволом. Он управляет Своим царством. Порой мы становимся настолько искушенными, что уже не верим в зло. Мы не верим в дьявола или бесов. А я верю и скажу почему. В них верил Иисус. Если в них верил Иисус, то я, как Его последователь, тоже должен в них верить. Я стараюсь подчинить свои мысли мыслим Иисуса. Мне приходится подчинять их, потому что зачастую мои мысли отличаются от мысли Иисуса. Иисус говорит «прости», а я думаю «как свести счеты». Он говорит «блажение давать, нежели принимать», а я думаю «блажение принимать». Поэтому мне приходится подчинять свои мысли мыслим Иисусом. Он ходил, благотворил и исцелял всех, обладаемых дьяволом. Он до сих пор делает это в нашем мире. Нам с вами дано такое же поручение. Иисуса уже нет на земле, поэтому Его поручение на нас, на нас, помазание Духа Святого и Сила Божия, действует внутри и через нас. Не верите мне? Откройте 28 главу Евангелия от Матфея. И приблизившись, Иисус сказал им, это было после Его воскресения, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Обещание Иисуса быть с вами связано с принятием Его поручения. Никакие другие местописания не указывают на то, что это поручение было исправлено или отменено. Оно по-прежнему вселенным. Не сказано, служители идите, пасторы, евангелисты идите, миссионеры пойдите. Иисус сказал, это всем Своим ученикам на земле. Значит, и нам, всем нам и мне. Я не хочу остаться в стороне. Мы идем с тем же помазанием Духа Святого и в той же силе Божией, с какими ходил Иисус. И вот ключ, вы не можете раздавать то, чего у вас нет. Если у меня нет конфет, я не могу дать их вам. А если есть, я гордо съем их всем. Вы не можете раздавать то, чего у вас нет. Поэтому сначала нам нужно понять, что мы приняли, чем мы обладаем. А приняли мы милость Бога и Его прощение. Мы продолжаем нуждаться в этом всю свою жизнь. Если вам кажется, что вам не очень нужно прощение, вы не можете дать прощение другим. Если вам не очень нужна благодать, у вас не будет благодати для людей. Если вы не осознали, что сила Бога преобразила вашу жизнь тогда, а вы не представляете себе, что Бог может изменить еще кого-то, если наша вера строится только на умственных упражнениях, освоим самоопределение и силу воли, будем вести себя лучше, поменяем лексикон, изменим манеру одеваться, в этом случае мы сможем поделиться только сводом правил. Но если вы признаете свою борьбу с грехом, противоречивость и ошибки, то, что милость и благодать Бога коснулись вашей жизни, что Его прощение восстановило вас и дало свободу, что сила Божия подарила жизнь вашему телу, покой вашему сердцу и цель вашей жизни, тогда вам есть чем поделиться. И дело не только переживание обращения, исповедание грехов, молитве у алтаря и окунание воды. Дело в нашем образе жизни. Это нужно нам каждую неделю нашей жизни. Нам нужна Божья милость, Его благодать и прощение. Его сила обновлять и восстанавливать. Иисус ходил, благотворил и исцелял всех обладаемых дьяволом. Он делает это и сегодня, и поручил нам Ему помогать. Давайте-ка откроем Луки 13 главу. В ваших конспектах этого нет. У вас эконом-версия, а у меня люкс-экземпляр. Вы прочтете этот стих на экране. В одной из синагог учил он субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Это Евангелие от Луки. Лука был врачом. Он пишет, что в субботу Иисус был в нужном месте в синагоге. Туда пришла женщина, которая 18 лет была скрючена из-за духа. Она не могла разогнаться. Нас посвятили в историю жизни этой женщины. 18 лет дух был причиной ее проблемы. Вы знали, что дух может быть причиной проблемы в вашем теле? Но не уверен, что верю в это. Я понимаю, что кому-то из нас сложно в это поверить, но напомню, что Иисус в это верил. Если вы хотите ходить в силе Бога, вам нужно начать думать так, как думал Иисус. Не так, как думает пастор. Мы читаем Библию, чтобы узнать, как думал Иисус. Это вам поможет. Лука пишет, что женщина 18 лет была скрючена из-за духа. В этот день Иисус был в синагоге. Он послужил ей, запретил духу. Тот ушел, и женщина смогла выпрямиться. Верю ли я, что все болезни вызваны духами? Нет. Библия этого не говорит, но написано, что иногда. Может быть и так. Как же узнать разницу? Это вопрос на 65 тысяч долларов. Я скажу, что нужно. Развлечение. Как обрести развлечение? Заказать на Амазоне? Уже завтра вы получите развлечение в шести контейнерах. Нет, развлечение. Это способность отличить действия Духа Святого от действия нечистого Духа. Вам нужно отличить одно от другого. Дар развлечения обретают после знакомства с личностью Святого Духа. Для чего нужно сотрудничать с Духом Святым? Это одно из десяти утверждений нашей Церкви. В нашем мире нужно уметь распознавать корень какой-либо проблемы. Бог нам поможет. Написано, если нам не хватает мудрости, мы можем попросить у Бога, и Он даст нам щедро. Ребята, мы должны жить вне своих рамок. Мне нужно больше, чем мой интеллект. Мне нужно больше силы, чем может дать мое тело. Мне нужно жить в здоровье, силе, мудрости всемогущего Бога. А вам что, нет, не нужно? Мы не можем быть лишь потребителями благодати Бога и требовать больше. Мы должны принять Его поручения и стать Его представителями. Аудиоколлекция «Триумфальная жизнь» рассказывает о том, как научиться жить так, чтобы нами двигал Бог. Четыре уникальных послания пастора Аллена помогут понять, что хождение с Господом — это не бремя. Это может стать для вас высочайшей честью и привилегией. Получите аудиоколлекцию «Триумфальная жизнь» в виде набора CD-дисков или на USB-носителе. Это наш подарок, если вы позвоните нам или зайдете на наш сайт, адрес которого на экране. Спасибо, что поддерживаете служение Аллена Джексона. Мы посланники Царства Бога. Это наше задание. У нас есть чем поделиться, потому что Бог был к нам благ. Он простил нас, явил нам милость, доброту и благодать намного больше, чем мы заслужили. У нас есть пища, одежда, крыша над головой. У наших детей есть школы, медицина и множество возможностей. Вы знаете, насколько это уникально на планете Земля? Это благословение Бога, которые пришли на нас. Мы с полным правом можем сказать «Бог благословил нас». Мы не жалуемся и не требуем большего. Мы благодарны Богу, потому что Он был благ к нам. Справедливость переходит только от Бога, ни от куда больше. Правительства не распределяют справедливость. Правовые документы тоже не источник справедливости. Бог — автор ее. Если мы содействуем и доверяем Богу, Его милость и благодать дарят нам справедливость как здесь, так и в вечности. Хочу кратко рассмотреть с вами один вопрос и выбрать того, кого вы хорошо знаете. Его зовут Иона. Знаете его? В Ветхом Завете есть книга с его именем. Он — пророк из истории про большую рыбу, которую вы слышали в воскресной школе. Ионе посвящено много художественных произведений. Не думаю, что Иона когда-то возвращался на пляж. Думаю, он ездил отдыхать в горы. Ему не нравилась вода. Но я хочу поговорить о том, что Иона был пророком. У него были отношения с Богом. А у Бога с ним? Они знали друг друга. Бог дал Ионе задание. И было слово Господне к Ионе. Видимо, это было ему знакомо. Это не было чем-то необычным. Он не услышал свой адрес «не бойся». Это не было вторжением. Это было частью его жизни. Он был праведным человеком. Бог доверял ему и дал задание, которым Иона пренебрег. Иона не заботила поручения Бога. Не думаю, что кто-то из вас удивлен. Каждый из нас в какое-то время своей жизни нехотя брал на себя задание от Бога. Может, не надо? Посижу тут в покое, пока пастор говорит. Вы понимаете, что Бог бросил вам вызов, но вы думаете. Нет, буду сидеть тут как камень. Бог пойдет дальше. Я его знаю и смогу его переждать. И мы такие, доминует меня, чаша сия. Иона отнесся с неохотой, как и все мы. Не думаю, что Бог удивлен. Он видел таких служителей раньше. А теперь откроем Иона 1.1. Было слово Господня к Ионе. «Стань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Обведите у себя три слова «проповедуй в нем». Полагаю, что Бог не послал Иону вести с Неневией переговоры. Это не переговоры. Бог сказал, «Иди, проповедуй в нем». «Иди, проповедуй». Иона ответил, «Да не хочу». Он уклонился, но Бог снова его направил. Иона 3.1. «И было слово Господня к Ионе вторично. «Стань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Неневию по слову Господня. Неневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. Это был большой город на три дня ходьбы. Не думаю, что Иона избегал Неневии из-за нежелания путешествовать. Иона был достаточно мудрым, чтобы понять, что Ассирия была растущей мировой державой того региона, где он жил. Неневия была столицей Ассирии. «Если Неневия примет на себя суд Божий, Израиль будет спасен». О том, чтобы просить милости для Неневии или Ассирийской империи, речи не было. Итак, Иона решил избежать задания. Однако Бог во второй раз отправил его в этот большой важный город. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, «Еще 40 дней Неневия будет разрушена». Таким было его послание. «40 дней вы пыль». Обратившись к Ионе в первый раз, Бог сказал, «Иди в Неневию и проповедуй мне». Но Иона уклонился и пережил приключения с рыбой. Написано и было слово Господа второй раз, «Неси мое послание в Неневию». Поэтому, думаю, Иона подбирал слова очень тщательно. И он больше не ходил на рыбалку. Все его послание заключалось в словах. «Еще 40 дней, и на вас придет суд». Хочу сказать, что по современным стандартам, послание Ионы и книга Ионы очень и очень неполиткорректно. 40 дней, и Бог уничтожит вас. «Ион и еврей, он поклоняется Богу Авраама, Исаака и Иакова. В другой среде, другой культуре. У неневитян нет храма, они не считают Моисея пророком, не считают, что их предки были избавлены от рабства в Египте с помощью под лидерством Моисея, при водительстве Бога. «Теперь в их городе появляются евреи, говорит Бог Авраама, Исаака и Иакова, разрушат ваш город через 40 дней. Я провел всю жизнь в церкви и относительно знаком с церковной литературой». Здесь в фокусе манера речи. Ребята, мы бы отправили Иону на миссию созидания культуры, на миссию понимания, чтобы Иона стал частью них. Я не говорю, что не нужно относиться с пониманием. Я не говорю, что толерантность — это всегда плохо, но Бог не толерантен. 40 дней, и вам конец. Это не критика, это очень полезная информация. Если вы будете вести себя эти 40 дней так же, как всегда, то вас больше никогда не будет. Это весьма важная информация. Я бы сказал, что это было выражением доброты и любви. Это не осуждение, а далее, что было? Очень странно и непредсказуемо. И поверили ни невитя, ни Богу. Они поверили посланию, которое принес им этот скромный еврей. И объявили они пост. И оделись во вретище от большого из них до малого. Вретище — это лишь внешнее проявление вашего желания смирить себя. Это слово дошло до царя Неневи, и он встал с престола своего. И снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепли. Я ожидал, что царь прикажет арестовать Иону, ведь тот будоражит город. Арестуйте этого парня, выгоните из города, закройте ему рот. Но царь сказал, я присоединяюсь. И от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. Он объявил пост всему городу от мала до велика. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко выпияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Он не спорил с Ионой. Он признал, что это истина, и сказал, мы изменимся. Иона появился в Неневии, чтобы проповедовать о неминуемом наказании. Его послание было посланием о суде. Я ожидал бы совсем не этого. Я ожидал бы, что он пойдет другим путем и с другим подходом. Сегодня редко пользуются таким подходом. Он задевает наши больные места. Я посвятил этому время, потому что верю, что в нашей культуре церковь должна говорить о суде. Я люблю церковь и отдал ей всю жизнь. Я не имею в виду именно это место. Церковь крайне важна для меня. За свою жизнь я увидел самый значительный спад за всю историю влияния христианства и историю христианской церкви. Я не представляю себе будущего, в котором нет суда Божьего. Только если мы не научимся отвечать иначе. Я не знаю, изменят ли что-то наши ответы. Все в Божьих руках, но я знаю, что Он Бог милостям. Этому есть много подтверждений, но сейчас на это нет времени. Ниневитяне смирились и обратились к Богу. Их ответ? Меня интригует. Царь повелел, чтобы все немедленно возвали к Богу и оставили свои злые пути насилия. Это было проблемой Ниневии. Злые пути и насилие. Кажется, они это понимали. Это не было им неведомо. Они сознательно не повиновались Богу. Они терпели среди себя насилие, властвовали друг над другом и пользовались этим. Царь сказал, прекратите, давайте изменим наши пути. Может, Бог нам поможет? У нас есть проблема насилия. Ведь так, в наших крупных городах есть. Я ездил в Израиль, и при любой возможности меня всегда спрашивали, не боишься? Я отвечал, нет, в Иерусалиме я ощущаю себя в большей безопасности, чем в крупных городах Америки. В Израиле убийств меньше? У нас есть проблема насилия. Она ворвалась в наши школы, и мы больше не можем смотреть на это сквозь пальцы. Наш ответ — это неприемлемо. Мы не должны это терпеть. Это должно прекратиться. Мы требуем ответов от власть имущих. Это безумие. Мы должны это прекратить. Это неприемлемо. Но я осознаю, когда говорят. В этой школе нельзя молиться, упоминать Иисуса тоже. В этой школе нельзя читать Библию. Лучше снимите плакат с десятью заповедями. В этой школе нам нечего ответить. Почти нечего ответить. Нас больше возмущает стоимость обеда, чем то, как принимают нашу веру в какой-либо школе. Осозная мы наше христианское наследие, мы бы сказали, как они смели запретить это в школах. А мы молчали. А теперь требуем прекратить насилие. Мы не хотим заступиться за семьи. Семья — это Божий замысел. Сегодня общественность более толерантна к безбожию, чем к Божьему замыслу о семье. Если у нас смелость встать на площади и заявить, вы верите, что брак должен быть между мужчиной и женщиной? Детям от этого только польза. Вы или промолчали, или полностью отвергли идею. Большей частью церковь молчит. Статистика говорит, что 170 миллионов американцев считают себя христианами. Их не назвал так кто-то другой. 170 миллионов людей сами назвали себя христианами. Если это так, то плоды нашей жизни чрезвычайно скромны. Послание прежде всего обращено церкви. Забудьте о нечестивых, о тех, кто не хочет говорить о Боге, о тех, кто исповедует что-то другое. Это послание для церкви. Если церковь будет церковью, Бог проявит себя как Бог. Чтобы сказать людям на улицах Неневии истину, Богу нужен был и Он. Так Бог проявил себя. Как вы думаете, почему Бог так рассердился на Иону, когда тот поехал в противоположном направлении? Что делали бы неневитяне, если бы у них не было шанса? Им просто нужен был шанс. Мы должны быть церковью. Сегодня многие переживают за наших детей, и их уязвимость — это уместно. Я уверен, что их нужно защищать. Но я также напомню, что мы приносим в жертву 3000 детей в день из-за абортов. 3000 детей в день. И чаще всего мы молчим. Мы не хотим зацикливаться на каком-то вопросе, да? Мы видим, как рушатся жизни и карьеры, как меняется будущее, потому что в решении вопросов принял участие кто-то другой. Но мы не захотели. Проблема в том, что мы избегаем таких обсуждений. Мы говорим, это право выбора женщины. Хорошо, допустим, 170 миллионов христиан, и среди них женщины. Это множество женщин-христианок. Может выбраться жизнь? Я знаю, что это сложная тема. Есть замысел о семье, браке, ориентации. Бог дал нам образец. Это не доброта и любовь — отступить от Него. У кого-то хватает смелости выйти на улицу и сказать, «Я верю в чистоту». Мы видим, как над ними смеются, а я не готов встать с ними. Люди преуспевают в нечестии и аморальности, а мы делаем из них героев, но это не герои. Мне все равно, насколько хорошую музыку они сочиняют, насколько они успешны в спорте и умны в бизнесе. Если они нечестивцы, я не считаю их героями. Кажется, что у каждого есть право говорить. Не спорим. Но у нас есть право говорить истину, которую передал нам Бог. Не для того, чтобы кого-то осудить, или унизить, или посмеяться над кем-то, но сказать, «Я выбрал жить именно так». Это привнесло в мою жизнь только доброе. Вдохновляю тебя попробовать и увидеть, что тебе это тоже будет во благо. Я расскажу, как Бог мне помог. Я был разбит, и моя жизнь была разрушена, обстоятельства незавидны. Я пытался выбраться, но не сумел. Я узнал, что Бог искупил меня, и верю, что Он подарил искупление и тебе. Бог есть, Он Бог милости и благодати, любви и справедливости. Аудиоколлекция «Триумфальная жизнь» рассказывает о том, как научиться жить так, чтобы нами двигал Бог. Четыре уникальных послания пастора Аллена помогут понять, что хождение с Господом — это не бремя. Это может стать для вас высочайшей честью и привилегией. Получите аудиоколлекцию «Триумфальная жизнь» в виде набора CD-дисков или на USB-носитель. Это наш подарок, если вы позвоните нам или зайдете на наш сайт, адрес которого на экране. Спасибо, что поддерживаете служение Аллена Джексона. Мне не нравятся религиозные лекции. Цель слушания Слова Божьего — измениться и полностью подчинить свою жизнь Богу. Прежде чем мы закончим, скажу кое-что важное. Мы живем в такое время, когда истина не ценится высоко. Исайя пишет, что истина приткнулась на площади. Мне тоже так кажется, когда я смотрю на современную американскую культуру. Большей частью мы даже не ценим тех, кто несет истину. Но я считаю, что церковь должна пойти другим путем. Иисус сказал, что истина сделает нас свободными. Если мы избегаем истины, прячем истину. Если не постигаем истину, мы живем в оковах. Я не хочу, чтобы так было со мной, и, конечно, не желаю, чтобы так было с вами. Сегодня мы открывали Слово Божие и изучали Божью точку зрения. Но не хочу уйти, не дав вам возможности принять это в свою жизнь. Если вы ушли от Божьего приглашения, игнорировали его рамки, поддались соблазнам, хочу попросить вас не просто забыть об этом. Хочу пригласить вас попросить у Бога прощения. Я прошу прощения за выбор, который сделал. Я решил подчинить себя тебе. Дай мне ту свободу, которую можешь дать только ты. Хочу помолиться с вами. Отец, благодарю тебя за Слово истины, которое ты несешь в нашу жизнь. Прости, что я его игнорировал. Я прошу тебя очистить меня во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok